Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава Бытия в переводе российского библейского общества, читаю ее для библейского портала экзегет. История про потомков Адама у нас уже идет и долго еще будет идти. Вот и в пятой главе более подробно про них. Вот книга про род Адама. Когда Бог сотворил человека, создал он подобие Божье. Он мужчину и женщину сотворил, благословил и сотворив дал им имя человека. Это нас отсылает к первой главе, собственно, продолжение из первой главы. Когда Адаму было 130 лет, у него родился сын, его образ и подобие. Смотрите, образ и подобие Бога мы в первой главе обсуждали, что это такое, что в языческом мире у богов много образов и подобий, статуи, изображения, брельефы всякие. А у единого Бога единственная статуя изображения брельефа – это человек, каждый и любой. И человек получает образ и подобие своих родителей, да, то есть он наследует это свойство, быть образом и подобием Бога. Адам дал ему имя Шет, ну вот его рождение у нас уже описано в конце четвертой главы. После рождения Шета Адам жил 800 лет, у него были еще сыновья и дочери. Прожив 930 лет, Адам умер. Здесь начинаются вопросы, и они нескоро кончатся, почему они жили так долго. 930 лет. Люди не живут даже близко, в нашем мире столько. Жалко, конечно, мне бы хотелось, но не получится. Ну, у нас нет никаких материальных данных, что люди жили так много в далеком прошлом. Может быть, у этих цифр есть какое-то символическое значение. Вот они изгнаны из Эдемского сада, они отделены от Бога, и они начинают умирать. Но эта смертность входит в них постепенно, да, то есть сначала они, конечно, умирают, но живут очень-очень долго. И если мы посмотрим на эти цифры, то они постепенно сокращаются. Нет такого прям строгого правила, что каждый следующий меньше, но в целом сокращаются. И там будет история про потоп, где это число еще сократится. Когда Шету было 105 лет, у него родился сын Инош. И какая еще здоровая старость, да, Адам 130, Шет 105, становится отцами. После рождения Иноша Шет жил 807 лет, у него были еще сыновья и дочери. Прожив 912 лет, Шет умер. Когда Иноша было 90 лет, у него родился сын Кенан. После рождения Кенана Инош жил 815 лет. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 905 лет, Инош умер. Когда Кенану было 70 лет, у него родился сын Махалалель. После рождения Махалалеля Кенан жил 840 лет. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 910 лет, Кенан умер. Когда Махалалелю было 65 лет, у него родился сын Иерод. После рождения Иерода Махалалель жил 830 лет. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 895 лет, Махалалель умер. Когда Ерету было 162 года, у него родился сын Енох. После рождения Еноха Ерет жил 800 лет. У него были еще сыновья и дочери, прожив 962 года, Ерет умер. И так мы все засыпаем потихонечку, да, вот сейчас будет что-то новенькое. Когда Еноху было 65 лет, у него родился сын Метушелых. После рождения Метушелых Енох жил 300 лет. Не так долго, обратите внимание, все-все по 800-900. Его жизнь шла с Богом, у него были еще сыновья и дочери. 365 лет прожил Еноха, его жизнь шла с Богом. И не стало Еноха, Бог взял его к себе. То есть жил Еноха относительно недолго, но при этом его жизнь шла с Богом. В оригинале буквально он ходил перед Богом. О прочих этого не сказано. То есть Енох, судя по всему, праведник. И не стало Еноха, Бог взял его к себе. То есть что не умер, а живьем вознесся, в древности так и считали. И поэтому были всевозможные книги Еноха, которые описывали видение. Енох, вот он там на небе, да, он не такой, как мы, он не умер, а он живет до сих пор. Вообще-то в тексте этого не сказано. Но даже если он просто умер, то это Бог взял его к себе. Вот все остальные просто умерли. Чисто биологический процесс, да. Человек рождается, живет, умирает. А Еноха Бог взял к себе. Вот как можно по-разному рассказать о конце жизни. И, кстати, неправда, будто те, кто угодны Богу, живут обязательно долго. Енох жил значительно меньше, чем остальные упомянутые до него его предки. Когда Метушелуху было 187 лет, у него родился сын Ламах. После рождения Ламаха Метушелух жил 782 года. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 969 лет, Метушелух умер. Когда Ламаха было 182 года, у него родился сын. Ламах дал им имя Ной. И сказал, он принесет нам утешение. Ну, Ноах и Нахам утешать, это близкие слова по-еврейски. Принесет нам утешение в нашей работе, в наших трудах на земле, проклятой Господом. Так оно и вышло, хотя довольно неожиданным способом. Об этом следующая глава будет. После рождения Ной Ламах жил 595 лет. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 777 лет, Ламах умер. Когда Ной было 500 лет, вот Ной как-то сильно припозднился с этим. У него родились сыновья Сим, Хам и Ефет. А дальше пойдет про то, что с ними случилось. Это всем известная история потопа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова